Приветствую вас! Ну что, Новый год уже рядышком? Да! Так, 31 декабря можно поговорить про Деда Мороза, Санта Клауса и Святого Николая. Рассказываю, что действительно первоначально праздновали и подарки дарили не на Рождество, а дарили на День Святого Николая. То есть, по-старому это 19 декабря, по-новому 6 декабря. И действительно, согласно традиции, считается, что Николай Чудотворец защищал убогих и сирот, детей и так дальше. Есть притча, которую пересказывает, согласно которой Николай Чудотворец, а он в 3 веке нашерчил, чтобы правильно был святой и так дальше. Ну понятно, в Римской империи. И вот он увидел, что одна семья очень бедная, там трое дочерей, и для того, чтобы как бы их там ободрить, он взял мешок подарков и закинул через окно. Почему через окно? Он не хотел, чтобы видел, что это он подарил. Ну, святой, он скромный и так дальше. Но, если кто-то с вас, случайно, прочитая житие Николая Чудотворца, он эту причину не найдет. Не удивляйтесь. В житии там другая ситуация. Там описано, что да, действительно, Николай Чудотворец увидел, что есть, ну, бедный даже, я сказал бы, римский аристократ, который трое дочерей, но у него нет денег, чтобы они могли выйти замуж, нету, то есть, приданого. И вот он каждый год, каждый год бросал в окно, в одних золотой слит, в других золотой яблоко. Я так понимаю, там пистоли немножко подрисовали, как бы бросал, почему и традиция. И считалось, что накопили золото, и все дочери удачно вышли замуж. Так что, это, как вы понимаете, получилось немножко взрословато. Но сдвинули, перерисовали, и так дальше. Ну, понятное дело, что всегда нужен какой-то повод для праздника. И Николай Чудотворец действительно хорошо подходит, тем более, образ его еще, говорю, он считал, что защищал своих детей, и такая ситуация. Так, возможно, кто-то из вас слышал, что есть такая традиция, что Николай Чудотворец дарил подарки детям не просто так. Если ребенок себя хорошо вел, ему давали сладости. Причем, в Европе действительно появился вот этот эффект сапога. Некоторые спорят, что там дети повесили просушивать носки свои, и вот Николай Чудотворец в этот носок положил сладости. Ну, понятное дело, поэтому традиция вот этого. Но, если ребенок плохой, в Европе считается, что уголь ложат. А вот у нас, в Украине, в России считается розы. Считалось, что даже тут без носка у нас получалось, ребенок спит, ему рядом ложат сладости. Если он у себя хорошо играл, плохо, розы. Опять же, как вы понимаете, не более, чем такая притча, разговоры. Понятное дело, вряд ли кто-то розы ложит, хотя может быть и не такой. И, в принципе, действительно, очень долгое время, ну, как бы такой талон, или основа для празднования, ну, скажем так, не Нового года повторяем. А именно, вот такого праздника для детей, это был действительно Николай Чудотворец. И да, действительно, на сегодняшний момент, ну, вот Украина, действительно, пропагандирует. А это есть святый Николай. Ну, по-русски Николай, по-русски. И, действительно, на сегодняшний момент, довольно, ну, как бы активно пропагандирует вот это вот святого Николая. Теперь идем дальше. Санта-Клаус. А Санта-Клаус это и есть свято Николай. Ну, то есть, по-английски переведен Санта-Клаус. Там вообще получилась большая путаница. Был момент, был момент, когда в Европе были вот эти протестанты. Протестанты, а они вообще немножко такие чокнуты были в первоначале, пресс-видитеры, эти самые. Они запрещали все. Все запрещали. И считал даже смеяться, это грех, это сатана. Танцы запрещали, праздники. Вот любые религиозные, даже рождество, на столе скромно все молятся, молятся, молятся. Какие подарки. Но, ничто не вечно, ничто. Понимаете, что произошло? Конечно, со временем протестанты, а их довольно много приехало, все же так на берегу. Ну, как бы начали отходить эти традиции. Какой-то аскетизм. И да, действительно, начали возрождать традицию, дарить детям подарки, ну, изгаданную себе, на святой Николай. Ну, и, соответственно, появился Санта-Клаус. Там, если вы читали, наверное, знаете, почему он красный. Потому что он там 19 век, и, конечно, когда уже подключилась реклама и все остальное, потому что здесь уже сработала торговля. Торговля была выгодна, чтобы люди покупали больше товара и дарили другим. И первые открытки, или как бы рекламы, были сделаны, где вот там, в случае Санта-Клаус, был нарисован кричневый одежды. Но краска оказалась не очень эффективна. Она начала выгорать, стала красной. Ну, понятное дело, потом получилась куча всяких там притч и так дальше, потом и олени появились, и так дальше. И фактически Санта-Клаус действительно раскрутила торговля. Тем более, что действительно, сначала начали с Европы, а потом эта традиция, хотя она и в Европе, и в США была. И традиция, как бы, перекочевала из США в Европу, хотя тут уже сложно сказать, кто больше. И да, на сегодняшний момент Санта-Клаус еще говорит, это святой Николай. Почему он дарит не на, так сказать, 19-е, а на Рождество, какая разница? Ну, помните, в истории же очень часто сдвигается все. Да, на каком-то этапе, ну, решили сдвинуть. Ну, там, 19-е, какая разница? 24-25-е. И, как получилось, что фактически, если первоначально действительно дарили на день святого Николая, то сейчас тот же святой Николай, Санта-Клаус, дарит вам, ну, в данном случае на Рождество в Европе, 24-25-е. Ну, у нас, естественно, полок вещей на Новый Год. Ну, наверное, вы слышали, что Новый Год появился в Советском Союзе, как и Дед Мороз. Ну, сразу после революции Рождество было запрещено, а то же религиозный праздник, так говоря, что... Сложно сказать, некоторые говорят, что это пост, что в идее дал, некоторые говорят, что это сам Сталин дал, там тяжело сказать, кто первый. Но, действительно, в 30-х годах, когда уже, так сказать, террор был разумен, Сталин разрешил праздновать праздник Нового... Не Рождество, там вы то что. Ну, возникла ситуация, а как, Святой Николай нет, нельзя. Ну, посмотрите, на советский праздник Нового Года приходил Святой Николай. Да, вот что. Поэтому появился Дед Мороз. Там, опять же, если вы почитаете, узнаете, что сначала даже был момент, когда был только Дед Мороз появился, потом появилась Снегурочка, был еще новый, вот, маленький. То есть, там время-то время не так, а сегодняшний момент Дед Мороз и Снегурочка, это традиционное советское изобретение, которое активно популярно и в Украине, и в России. Да, действительно, в Украине сейчас пропагандируют и стараются как бы... Потому что популярно делалось Святой Николай. Ну, я скажу, это не принципиально. И Дед Мороз останется, и Святой Николай. Вообще дети ужасно любят, когда их подарки больше берут. Вот так 19-го подарили, а потом еще и на Новый Год подарили. О, это классно. Вот такие это Дед Морозы, Санта-Клаусы, но еще Святые Николай.